Девушки отдыхают Не упрекай меня этими грязными деньгами Отпустите меня Вы хотите завладеть всеми деньгами? Я тебе показал, что к чему Значит, половина денег должен быть моими Дай пластик мне Тот путь, который вы мне показали, меня мучает Сколько денег я потеряла из-за вас? Сколько я солгала из-за вас? Иди куда хочешь Да ты совсем обнаглела А? Что ангелом стало? Эй, вчера только ходила по ресторанам, а? Пойду и всё расскажу дочери твоей тёте Потом посмотрим, что с тобой будет Мне нечего бояться Делай, что хочешь, а? Слушай сюда Я не оставлю тебя в покое Всё равно, деньги будут мои Эй, слушай Если надо, я тебя засужу Не пугай меня Деньги никогда не будут твоими Эй, деньги, которые ты заработала мошенничеством За счёт инвалида Хочешь молча присвоить? Вообще-то ты тоже в доле Ты тоже ел деньги этого инвалида Эй Что? Хочешь ударить? Ударь Что смотришь? Ударь Потом посмотрю, где ты окажешься Мы ещё с тобой поговорим Поговорим Три месяца назад Мамочка, я приехала Илла Барапа в порядке Ты отдала, что я тебе передала? Дала, дала, мама Хорошо Как её сын себя чувствует? Нет Мама лежит Я, увидев его, расстроилась Ладно Пусть Аллах поможет выздоровлению Ты помогай ей Хорошо, мамочка Чтобы ей легче было Ладно Я же для этого приехала И на учёбу ходи У тебя, наверное, и занятия начались? Да, начались, мама Хорошо, пойду Ладно, дочка Учёбу не пропускай Я ещё, оказывается, должна заплатить контракт Потом начнутся занятия, мамочка А, даже так? У заочников занятия только начнутся Мы всего лишь месяц будем учиться Хорошо И контракт заплатим В течение двух-трёх дней найду деньги И отправлю Если будет время, я тоже приеду Лабарь, единственная память от сестры Ты же знаешь, я люблю её Ладно, мама, ладно Счастливо оставаться Ладно, пока Ладно, до свидания Ладно, счастливо оставаться Гульназа Потом что-нибудь решим Может быть, останусь Ой, было бы хорошо Ладно, ты сиди Хорошо, сестра Хорошо Удачной дороги вам Пока Спасибо Муроджон Как ты? Хорошо У тебя всё хорошо? Хорошо Тебе что-нибудь нужно? Нет, не нужно Ноги не болят? Болят немного Не могу ходить Разрушение костей оказывается Если сделают операцию, я поправлюсь Ты поправишься, будто ничего и не было Но операция дорогая У нас нет таких денег И деньги будут И операцию сделаем Мы просили у папы Сказал, что у него нет денег А мама сильно плакала Тётя, что мы будем теперь делать? Послушай меня, Муроджан Всё будет хорошо Мы с твоей мамой вылечим тебя Ты будешь ходить, как ни в чём не бывало И ноги излечатся Хорошо? Хорошо Мой сладкий Оказывается, и так можно собрать деньги Вот, люди же собирают Прочитаю-ка продолжение Требуется операция в Индии Сделают операцию за двадцать тысяч долларов Просим щедрых людей Спасите его жизнь Так я могу помочь Муроджану? Не надо, чтобы его мать знала Поставлю свою пластиковую карту И буду собирать деньги Может быть, на дорогу хотя бы хватит Может быть, найдётся смелый человек Который поможет с операцией Хорошо бы было И проблем с сестрой стало бы поменьше Муроджану 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 Если я эти фотографии выставлю в интернет Соберётся много денег Потом эти деньги отдам сестре Она очень обрадуется Я сделаю ей сюрприз Чем ты занимаешься? Так просто сижу, сестра Я погормила Муроджана Немного поболтали с ним Результаты анализов нехорошие Чем дальше, тем больше кости ног разрушаются Говорят, что надо быстрее сделать операцию А стоит она очень дорого Откуда я найду столько денег? На его отца нет надежды Свекровь говорит, что не даст ни копейки Это же их внук Почему она так делает? Не пойму А что ваш муж говорит, сестра? Он женился Возится с женой Если даже его ребёнок умрёт Ему будет хоть бы что Он даже разговаривать со мной не хочет Мои родственники По возможности помогают мне Но этих денег Кроме дороги Ни на что не хватает Я в тупике Видеть, как мой сын Увидает на моих глазах Это мука Ни одной матери такого не пожелаю Я замучилась Ладно, опа Хватит, не мучайте себя Бог милостив Даст Бог ещё всё будет хорошо И деньги найдём Одежда только на Аллаха Опа А нельзя лечь в больницу и полечиться до операции немного? Нет Месяцами лежал Только столько денег потратили В конце концов Сказали, что надо быстро операцию сделать Лекарствами болезнь моего сына Немного приостанавливается Не знаю, что будет дальше Всё будет хорошо, сестра Только вы не переживайте, пожалуйста Я вам сейчас чай заварю, хорошо? Ладно Сколько денег собралось? Если так пойдёт И на операцию Мураджана деньги соберутся Алло Здравствуйте Как вы? Хорошо, спасибо Кто это? Вы выставили в интернет пластиковую карту На самом деле есть такой мальчик? Да, есть Я ведь фотографии выставила Его надо быстрее прооперировать Поэтому срочно нужны деньги Ну хорошо Просто сейчас в интернете стало много мошенников Поэтому я хочу дать наличными Можно встретиться и поговорить? Я хочу увидеть мальчика Ладно Только как это получится? Нет Если это ложь, скажите правду Почему это ложь? Ладно, а когда встретимся? Если хотите, завтра Деньги я принесу с собой Приеду по адресу, который вы мне скажете Ладно Договорились Ладно, спокойной ночи Я сам позвоню Хорошо Этого ещё не хватало Увидит Мураджана А если сестра будет дома Все мои старания пропадут зря? Хорошо было бы встретиться на стороне Да Так и сделаю Сестра Сестра Да Чай Спасибо Вы сегодня куда-нибудь идёте? Нет А что? У тебя дела? Нет Просто спросила Если тебе надо куда-нибудь, сходи Твои занятия ещё не начались? Нет, ещё не начались Когда заплачу контракт, после этого начнут Сегодня я хотела прогуляться Ладно Да, кстати, я сегодня до обеда буду дома После обеда схожу к дяде Он хотел дать немного денег Здорово же Я до обеда приду Хорошо Сестра Хватит, не переживайте Ещё всё будет хорошо Наступят дни, когда вы будете радоваться Наступят ли эти дни? Обязательно наступят, опа Хватит, вы так себе съедите Всё, не переживайте Ладно Здравствуйте Ой, здравствуйте Здравствуйте Не обижайтесь на меня Если честно, сейчас стало много мошенников Поэтому я немного вас подозревал Ничего Понимаю Мураджиан мой племянник Нужны деньги на операцию В таких случаях надо обязательно помочь Если вы не против Я могу его увидеть Вы что, не верите мне? Если хотите, могу отправить видео И видео можете отправить, но... Если это возможно Я бы хотел с Мураджианом поговорить Можно? Ладно И это сделаем Все Я могу теперь идти Вот вы меня увидели Поверили теперь? Да, поверил Кстати Возьмите вот это Берите Потратите на операцию Мураджиана Спасибо Тогда в течение часа Отправлю вам видео через телеграм Хорошо Субтитры сделал DimaTorzok Гульнас, ты пришла? Всё в порядке? Здравствуйте, сестра. Здравствуй. Сестра, у меня для вас хорошая новость. Что случилось? Возьмите вот эти деньги. Ты где взяла эти деньги? Сестра, я вам хотела одну вещь сказать. Но думала, что вы обидитесь на меня и не могла сказать. Если честно, я увидела Мураджена, и мне стало очень тяжело. Я не смогла просто молча сидеть. Ну, говори быстрее. Короче, я его сфотографировала и выставила в интернет. Сказала, что нужны деньги на операцию. И оставила номер пластика. Сестрянка, ты зря так сделала. Если увидят знакомые, что подумают? Опа, пусть что хотят, то и думают. Кто-нибудь из них хоть копейку дал или проведал вас? Смотрите, смотрите, сколько людей милосердных оказывается. Столько денег собралось. Лучше надо радоваться. Чужие люди столько денег переводят. Вон, родной отец, что он делает, сестра? Правильно говоришь. Я и так думала, где мне взять деньги на лекарства. Опять у домашних просить придётся, думала. Бог сам послал. Может быть, и на операцию соберутся, да? Бог даст и берётся, опа. Теперь ни у кого не будете брать в долг, не будете брать деньги. На пластик будут поступать, и вы будете спокойно оттуда пользоваться. Пусть Аллах не оставит тех, кто помогает. И тебе спасибо. Ладно, ты переоденься, ужин готов. Ладно. Спасибо. Ладно, сестра. Это хорошо, что вы о племяннике думаете. Но я не буду просто так смотреть. Знаете, вы должны и на себя обратить внимание. Вы говорите, что заплатите за договор. Если вы себе возьмёте из тех денег, ничего же не будет. Нет, вы не поймите меня неправильно. Это я говорю так, как думаю о вас. Нет, Джеймши-Токе. Я так не могу сделать. Я должна все деньги отдать сестре. Хорошо, отдайте. Я не говорю «не давайте». Но вы же сюда приехали не ради кого-то. Или вы приехали, чтобы зарабатывать для сестры. Если возьмёте немного с этих денег и заплатите за договор, вам никто ничего не скажет. Карта ваша. А? Ваша сестра не знает, сколько на неё попадает денег. Нет, я не могу так сделать. Не спешите. Вы хорошенько подумайте. И домашним была бы какая-то помощь. Вы сказали, что ваши братья работают за границей. Они, наверное, тоже нелегко зарабатывают, верно? У них тоже есть свои расходы. Или неправильно? Если с другой стороны посмотреть, то вы говорите тоже правду. Вот, встречаясь недавних временей, мы стали блескими. Я вас считаю своей сестрёнкой. Сразу не отдавайте все деньги. Подумайте тоже о своих расходах. К тому же, потом и я не буду смотреть фотографии вашего племянника. Буду выкладывать в интернет. Будут ещё много денег. И другим своим знакомым скажу, они тоже выложат. Верно? Эта девушка очень наивная кажется. Я смогу её уговорить. Как-нибудь возьму её в свои руки. И половина денег будут моими. Может быть, все деньги возьму. Эй, можно вас? Гульнас? Да, сестра. На карту упали деньги? Не знаю. Сейчас посмотрю. Посмотри-ка. Да, сестра попали, но немного. Было бы хорошо, если бы ты дала мне эту карту. Я бы попользовалась. Сестра, владелец карты, я. Некоторые люди просят, чтобы я сфотографировалась вместе с картой, а то они не верят. Просто так люди не будут бросать деньги. Да, я знаю. Ладно. Ты пока дай то, что есть. Есть лекарства немного подороже. Пока их купим. Вот, сестра. Спасибо, сестрёнка. Ладно. И она тоже быстро привыкла. И карту хочет присвоить. Мне надо подумать обо всём, что сказал Джамши Теке. И правда, я приехала не для того, чтобы лечить больного. И я должна наладить свои дела. Столько денег отдаю. Теперь буду думать. Что я вам говорил? Трудитесь вы, а наслаждается ваша сестра. У меня есть несколько знакомых. Хотят дать большие деньги. Только говорят, что хотят увидеть больного. Если мы им покажем вашего племянника, у нас будет очень много денег. Ладно, покажем. Когда дома не будет его матери. А вдруг она, увидев их, попросит отдать все деньги. Верно. Вот теперь вы пришли в себя. Тогда... С сегодняшнего дня мы партнёры. С упавших денег. Вы мне тоже будете откидывать? Будем смотреть на то, сколько попадёт. Вы плохая-плохая, бизнес-леди. Я от вас учусь. Нет, мама, больше не хочу. Ой, сынок, поешь ещё немножко? Я наелся. Ведь если не будешь есть, ты не станешь сильным. Если не станешь сильным, не сможешь встать на ноги, не сможешь играть в футбол. Поешь ещё немножко, сынок. Давай. Ладно. Ой, Гульнас, я не заметила, как ты пришла. Как ты? Выдавите мою карту. А, дам. В сумке лежит. Что, опять деньги упали? Нет, мне самой надо. Хорошо, сейчас подам. Да, Гульнас, завтра мы должны съездить в больницу. Деньги нужны. Опа, люди не каждый день закидывают деньги. Что же делать? Вы потратили всё, что есть. Говорят, что хотят приехать посмотреть больного. Я же не могу, кого попало, приводить домой. Верно. Ладно, пока, может быть, хватит. Если упадут, скажешь. Сынок, сейчас принесу твои лекарства. Хорошо? Хорошо. Всё, теперь. Закончилось. Как сказал Джамш, так я буду жить для себя. В этих деньгах есть и моя доля. Или снять квартиру, а? Деньги есть. Надо найти какую-нибудь причину. Уже 15 дней отдаю все попавшие деньги. У меня тоже есть свои расходы. Я же не могу постоянно просить у мамы деньги. Хожу на работу. Постараюсь здесь остаться. Где-нибудь буду работать. Да ещё со всех сторон будут попадать деньги. Буду делиться пополам с Джамш таке. Ладно. Малую часть буду и сестре давать. Вот гульноза. Нам везёт. Ну как? Как вам мои планы? Я заплатила половину суммы контракта. Кроме этого, себе купила одежду, смотрите. Люди, которых вы нашли, кидают деньги на расходы ребёнка. Да, кстати, один закинул очень много денег. Так надо закидывать. Смотри. В одной руке держишь карту, а деньги всё текут, да? Что в этом плохого? Правда же? Кстати, ты сестре деньги даёшь? Ещё будет нас подозревать. Нет, даю я. На каждодневные расходы, на лекарства даю. Но сестра и этому рада. Конечно, будет рада. Раз ты деньги даёшь. Ой, Джамш таке, мне нужно идти. Ты не будешь есть своё пирожное? Нет, сестра будет беспокоиться. Да, хватит тебе гульноз. Ещё же рано. Твоя сестра ничего не скажет, потому что ты её содержишь. Она не имеет права тебе что-то говорить. Но всё равно она будет беспокоиться. Эй, послушай, ну ты такая наивная. Зачем ей переживать? Бери, есть пирожное? Телефон находится вне зоны доступа. Перезвоните позже. Здравствуйте. Здравствуй. Где ты ходила? Даже на звонок мой не отвечаешь. Сестра, тише, говорите, у меня были дела. Ой, ты могла же мне сказать об этом? Меня не беспокоит. Я же не маленький ребёнок, сестра, чтобы отчитываться за каждый шаг. Хорошо, не говори со мной в таком тоне. Говорю же, я беспокоилась. Не беспокойтесь, всё хорошо, я здорова. Спокойной ночи. Сейчас. Здравствуйте. Как вы? Здравствуйте. Всё хорошо? Хорошо, спасибо. А, да. Недавно на операцию вашего сына наш руководитель передавал деньги. То есть как помощь. Я ещё принёс. Подумал, вам они нужны. Спасибо. Да, кстати, он сказал, что немного поможет с расходами на операцию. Он сам с вами свяжется. Хорошо. Ладно, невестка, берегите себя. Не уставайте. Спасибо вам. Кому он дал деньги? Кому он дал деньги? Она ведь мне ничего не сказала. Гульназа? 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 Да, сестра. Послушай, недавно тебе оставляли деньги. В большом количестве. Нет. Зачем? Сейчас пришёл подчинённый того человека и оставил ещё денег. Сестрёнка, ты мне даёшь только деньги с карты. Они приходят домой, а я не в курсе. Что, теперь вы должны быть в курсе всего, что ли? Конечно. Ведь деньги оставляют для моего сына. Если соберём всё, накопим, достаточно? Опа. Вчера же и этих денег даже не было. Почему вы все недовольны? Что, я вас обманываю, что ли, и не даю вам денег? Я так не говорила. Только прошу, чтобы ты мне говорила, родная. Сама видишь, для операции твоего племянника нужно очень много денег. И срок операции истекает. На лекарства еле хватает, ты ведь видишь? Мне никто денег не давал, сестра. Только скидывают на карту. У меня не требуйте большего, пожалуйста. Лучше радуйтесь. Ой, я рада. Спасибо за всё. Но... Что «но»? Вам мало столько денег, да? Я же вам до сих пор отдавала все собранные деньги. Вы хоть раз мне дали, чтобы я потратила? Ты же сама видишь, в каком я положении. Всё, хватит, ладно, сестра. Ладно, за добро мне не услышать благодарности. Я не поняла, что это значит. Не делай одолжение. Я у тебя этого не просила, сестрёнка. Мне стало просто жалко вас. Пусть меня пожалеет Аллах, а не ты. Тоже мне возмущается ещё. Наверное, про такое говорят у добра нет дна. Ну что, Гульнос, что такое всё? Всё в порядке? М-м-м. Хочу уйти из этого дома. Почему? Как вы и сказали, сестра хочет владеть всеми деньгами. Оказывается, я должна говорить, сколько денег я получаю. Сегодня утром вон тот богач оставил деньги. Взяла сестра. Теперь она меня подозревает. Она же не забрала карту? Нет, карту у меня. Сколько там есть? Около 20 миллионов. Дай мне карту. Найдём тебе съёмную квартиру. Если карта будет у тебя, сестра может отобрать. Потом вернёте, да, карту? Не беспокойся. Как найду тебе квартиру, верну и карту. Она стала проблемой на мою голову. Лишь бы она не сказала маме. Что она может сказать? Даже если скажет, что-нибудь придумаю. Я же рядом. Ничего тебе не сделает. Ладно. Что мне делать, брат? У меня больше нет выхода. Я не хочу разлучаться с сыном. Врачи говорят, что болезнь запущена. Кости продолжают разрушаться. Брат! Брат! Этот груз тяжёл для меня одной, понимаете? Говорят, что ему осталось жить не более двух месяцев, брат. Но ещё не поздно для операции. Только у меня нет столько денег. Я не знаю, где мне их найти, понимаете? Я уже не могу, брат. Из-за того, что я не могу ничего сделать для сына, я ненавижу себя, брат. Что я натворила? Если с Мураджаном что-нибудь случится, я себя никогда не прощу. Сколько денег я и стратила. Сейчас... Сейчас бы хватило на половину операции. Но ведь у Джамши Таке есть ещё деньги. Если попрошу, он эти деньги даст. Да, я возьму у него. Возьму и сразу сестре отдам. И операцию Мураджану сделаем. Зачем я послушалась этого Джамши-то? Ну и дура же я. Надо было отдать все деньги сестре. Что у них дел? Маме не говорите, сестра. Если услышит, обидится на меня. Не беспокойся. Не скажу ей. Я знала, что ты пляшешь под чью-то дудку. Если хотите, обвините меня на следствии. Я не обижусь. Простите меня, сестра. Ты не виновата. Единственная твоя вина, что ты поверила Джамшиду. Знаю, Опа, знаю. Но он вернёт все деньги. Там хватит на оплату половины операции. И на остальное есть... Сестрёнка, я тебе стала обузой. Наоборот. Это я вас заставила переживать. Ты не беспокойся. И операцию сделают Мураджану. И на ноги встанет, как будто ничего и не было. Пусть так и будет. Хватит. Вытри слёзы. Алло, мамочка. Здравствуйте. Здравствуй, доченька. Как ты? Спасибо, мамочка. Лобарапа поехала за границу. Может быть, правда? На операцию Мураджана. Вчера сама проводила. Будь здорово. Я очень рада. Пусть Аллах даст излечение ему. Пусть будут всегда хорошие люди, мамочка. Всё получилось благодаря их помощи. Пусть будет благословенна их жизнь. Дома гости. Позже поговорим, доченька. Хорошо, мамочка. Хорошо. Хорошо. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok